На дворе суровая осень, но Бурятия с трудом избавляется от листвы своей загнивающей элиты. По итогам осенних выборов народных Урал наши старые политические мастодонты не только сохранили, но и укрепили свои позиции. Председателем законодательного собрания избран Владимир Павлов, главный единоросс республики. Он запомнился мне одним в прошлом году после согласия дать интервью. Он закрылся из себя в кабинете изнутри и перестал просто брать трубки. Владимир Анатольевич, я к вам обращаюсь лично. Сейчас у вас куда более высокий статус. Вы теперь в иерархии чиновников второй человек в Бурятии. Я вновь приглашаю вас на беседу. И надеюсь, что старый конь борозды не испортит и уверенно поведет наш народный обновленный Урал вперед. Здравствуйте! В эфире программа «Богдаев». Мы здесь и сейчас обсуждаем текущую политическую повестку. Для этого мы пригласили в эфир человека, искушенного в политике, знающего тайные пружины, механизмы, политтехнолога. Алексей Азавадского. Алексей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы человек для республики Новый. Для вас республика, регион Новый. Как получилось, что вы оказались в Бурятии? Ну, на самом деле, не такой уж и новый. Я с Бурятией знаком с 2013 года. Тогда мы здесь работали вместе с технологом Сергеем Маркеловым. Был у меня небольшой спецпроект. И как раз в 2013 году я просто влюбился в республику. Затем следующие два года, 2014 и 2015, у меня были проекты в других регионах. Но всегда думал о том, что было бы неплохо вновь приехать в Бурятию. И с 2016 года я, по сути, здесь нахожусь постоянно. И я понял, что крепко осеяли, уже корнями ушли в Бурятию. Ну, по сути, да. Вот в прошлом году вы широко стали известны для публики после того, как начали работать с Мархаевым в преддверии выборов главы республики Бурятия. Вот расскажите, чем закончилась эта история? Одни говорят, что Мархаев сам себя слил. Другие говорят, что власть его не допустила. Но вы человек, который непосредственно работали с ним и знаете всю истину от первого, можно сказать, лица. Что там произошло? Ну, что произошло? Сейчас много говорится о том, что следует отменять пресловутый муниципальный фильтр. То есть, на самом деле, Вячеслав Михайлович Мархаев, он хотел пройти муниципальный фильтр. Он хотел принять участие в активной фазе уже избирательной кампании на должность главы республики. Мы сейчас не говорим о том, как бы все повернулось, если бы он действительно принял участие. Мы говорим о том, что, да, действительно, были включены определенные механизмы, которые, скажем так, помешали ему пройти муниципальный фильтр. То есть, все-таки ресурсов у коммунистов оказалось недостаточно, чтобы поправить необходимое количество голосов. Но это, наверное, само со себя уже и говорит. Плохо работали, так? Ну, отчасти так. В этом, на этих выборах осенних в Народных Уралах вы возглавляли компанию Степанова. Забыл его имя. Михаил. Да, Михаила Степанова, депутата городского совета. Вы бились по 20-му округу против Геннадия Айдаева. И, наверное, во многом благодаря вам все-таки Айдаева вы оттеснили и уверенно прошли в Народных Уралах. Вот расскажите, в чем секрет был вашего успеха? Ну, как я всегда говорю, победа в любой избирательной кампании, она достигается в результате совокупности усилий по ряду направлений. Вам интересно сейчас поговорить именно о кухне избирательной кампании? Конечно. То, что не знают зрители, то, что мы не видим, то, что осталось за кулисами избирательной кампании. Ну, в общем-то, процесс достаточно технологичный. Любой избирательный процесс, любая избирательная кампания делится на определенные направления. Вот это направление юридическое, направление организационно-массовое, направление агитационно-рекламное. Но три основных направления, которые существуют в каждой избирательной кампании. Будь то избирательная кампания президента Российской Федерации или сельского местечкового депутата. Ну, юридически сразу откидываем, поскольку у нас Айдаев не снимали, да? Так, ну, организационно получается. Ну, что это, денежно? Что такое организационно-рекламное? Нет, ну, организационно-массовое направление, что означает? Это не всегда означает вкладывание значительных сумм денег. Это значит мобилизация своих сторонников. То есть вам удалось лучше сорганизовать, чем команде Айдаева? Совершенно верно. Алексей, я вам честно скажу. Михаил Степанов, в общем-то, далеко не выдающийся депутат в Улавленском городском совете. Более того, с моей точки зрения, у него есть негативный опыт политический, противостояние с мэром города Улан-Удэ. В прошлом, помните, два года назад, или в прошлом году, а в прошлом году, да, была попытка какого-то смещения, видимо, Александра Голкова со стороны группировки депутатов, там, из четырех Доржиев, Барданов, и Степанов среди них затесался. Я их называл отщепенцами. Кстати, вот это клеймо как-то прикрепилось к ним, вот отщепенцами я их называл. И надо сказать, что вот далеко не блестящий у него политический опыт. Вот я его и приглашал в эфир, он отказывается от публичного общения, то ли боится вопросов, то ли не уверен в себе. Но, тем не менее, ну, галочку надо поставить его по служном списке, что он победил Айдаева этого, о многом-многом-многом говорит. Но я к чему все это говорю? Он был депутатом по стеклозаводу в городском совете. Не является ли это своего рода предательством своих депутатов? Остается еще год до выборов нового городсовета. Получается, он бросает округ, нового депутата с этого округа избрать невозможно, потому что остается менее года. И он уходит в народный хурал. Так получается? Нет, получается не так. Дело в том, что тот самый округ городской, он входит в границы его хуральского округа. Поэтому, как работал Степанов на стеклозаводе, вот так он и будет там работать. Хорошо. В том числе и на этой территории. Алексей, возвращаясь к разговору с вами, как вы оцениваете вообще политическую ситуацию в Бурятии в преддверии выборов мэра города Улан-Удэ? Есть политические силы, которые захотят оттеснить Голкова и его команду от власти и как бы захватить столицу республики? Безусловно, такие политические силы существуют. Они существуют всегда в любой реальности. В любой реальности есть силы, которые хотят добраться до власти. Другой вопрос, удастся ли им это сделать и в какой форме они будут бороться за эту власть. Вот это вопрос. А вы можете назвать политические силы условно? Ну, условно мы знаем, что это те же политические силы, которых представлял на выборах в Народных Урал по 20-му, кстати, округу Геннадий Архипович Айдаев. То есть это одна из сил, да, реваншисты, совершенно верно, которые, безусловно, имеют свои интересы, безусловно, имеют свои амбиции. Я не знаю, пойдет ли Геннадий Архипович самостоятельно на мэры города Улан-Удэ, пойдет ли он в горсовет. На мой взгляд, это было бы не совсем разумно, если он примет вдруг такое решение. Но то, что он будет поддерживать какого-то кандидата, я в этом уверен. Помимо, значит, реваншистов, которые уже правили городом в течение 18 лет, действующей команды Голкова, кого вы еще видите, как возможных кандидатов, претендентов на должность мэра? Ну, обычно, когда создаются такие условия, возможно появление некой третьей силы. Откуда и как она появится, я сейчас не могу сказать. Вы хорошо изучили внутреннюю кухню коммунистов. Коммунисты готовы и способны выдвинуться в его кандидата? Коммунисты, конечно, способны и готовы выдвинуться в его кандидата. Более того, сейчас политическая повестка не только в регионе, а в стране, она предполагает, что коммунисты обязаны просто закреплять свой успех и принимать участие в политической жизни региона. Но насколько этот кандидат составит реальную конкуренцию действующему мэру, либо другому кандидату, сильному кандидату, поддержанному властью, я сейчас не готов сказать. Из тех персонажей, которые я сейчас вижу у коммунистов в Бурятском, Рескоме, КПРФ, мне, честно, не видится ни одна фигура, которая смогла бы составить реальную конкуренцию. Но когда мы говорим коммунисты, теперь после выборов в Народных Урал нужно разделять коммунистов. Коммунисты КПРФ, которые объединены вокруг Мархаева, и коммунисты из КПСС. Мы тоже по итогам голосования набрали 4,8%, что дает нам право выдвигаться без сбора подписей на любого уровня муниципальных выборов. Поэтому я ответственно от лица своей партии заявляю, что мы тоже выдвинем своего кандидата на выборах мэра города Улан-Удэй. Но помимо этого, есть у нас 4 парламентские партии, коммунисты, которых сказали, единороссы, которым принадлежит Александр Галковый, которого, безусловно, партия власти поддержит, ЛДПРовцы и эсеры. Эсеры и лдпровцы, как они поступят в этой ситуации? Что касается СССР, то смотрите, Бато, с 2015 года партия не принимает в Бурятии участие в реальной политической жизни. То есть она не выдвигает своих кандидатов, ну серьезных, во всяком случае, кандидатов на выборы. И это не только относится к республиканской справедливой России, это относится и к федеральной партии справедливой России. То есть мы знаем, что они не приняли участие в выборах президента, поддержали действующего Владимира Владимировича Путина. То есть вот такая политическая пассивность, она всегда ослабляет политические партии в регионе. Поэтому я не склонен думать, что партия справедливая Россия выдвинет серьезного кандидата на должность мэра. То, что они будут поддерживать так или иначе какого-то кандидата, и вероятнее всего оппозиционного, вот в этом я почти уверен. Еще очень интересная партия справедливой России. Вы говорите, не выдвигали кандидата на выборах президента России. Да и раньше, когда они выдвигали своего кандидата Сергея Миронова, своего лидера, это был единственный кандидат, который говорил и призывал голосовать за своего соперника, за Владимира Путина. То есть это вообще какая-то уникальная такая партия, химера, что-то искусственное и так далее, что мы в результате и видим. Что касается ЛДПР, Сергей Дорос действительно очень укрепил свою партию. Он был не только участником гонки на выборах главы Бурятии, но и на нынешних выборах. В результате у них четыре, по-моему, депутаты в народном хурале. То есть фактически они восстановили тот статус-кво, который они завоевали в свое время при Игоре Бабкове и получили свою фракцию. Как вы рассматриваете их политическое будущее? Кстати, про Сергея Дороша. Буквально перед звонком вам, Алексей, я приглашал его, но получив значок депутата, я не узнал Сергея Дороша. Вдруг ему стало некогда, он долго пересчислял свой рабочий график о том, что значит ему некогда ходить в эфиры, рассказывать и так далее. Хотя раньше до избрания в народном хурале стоило ему свистнуть, и он уже через пять минут прибегал в эфир. Вот так люди меняются, Алексей, представляете? Просыпаются за ночь с другими, с голубой кровью, с нимбом на голове. Ну, я думаю, что нужно быть немножечко снисходительней. К нашим молодым политикам. А то, что Сергей Дорош является перспективным молодым политиком в республике, это факт. Что касается участия ЛДПР в предстоящих выборах, я очень надеюсь, что будет от них также кандидат на должность, в том числе мэра города Улан-Удэ, что они выступят с пулом своих кандидатов и в городском совете, на этой избирательной кампании. Но, опять же, в среде ЛДПР я не вижу реального претендента на должность мэра города. Но это не значит, что им не надо участвовать в этих выборах. Наоборот, надо набирать политический опыт, политический вес. Вот, Алексей, я очень скептически выразился о том, какой народный хурал мы с вами получили. Это, наверное, во многом говорит моя внутренняя обида, что я там не добрал 0,2%. В общем, в пределах погрешности не набрал. Но вы как оцените? С моей точки зрения, я вообще затрудняюсь сказать, какой хурал мы получили. То ли обновленный, то ли старый. Смотря по элите, там очень много людей сохранили и укрепили свои позиции. С вашей точки зрения, получили мы, наконец, обновленный народный хурал, который будет в помощь нашему главе республики. Или он остался таким же неизменным, консервативным, костным, безидейным, трусливым и будет только тормозить развитие Бурятии? Ну, я считаю, что тот народный хурал, который мы сейчас получили, Бату, это некий компромиссный народный хурал. То есть, его нельзя назвать полностью обновленным, его нельзя назвать полностью старым. То есть, это результат некого компромисса. Потому что, смотрите, вот Алексей Цыдинов, вот он пришел в регион, молодой технократ. Вы посмотрите, насколько ему тяжело здесь было начать работу губернатора. Потому что перед ним стоит основная задача, это соблюсти определенный баланс между интересами федерального центра, интересами местных региональных элит. То есть, вот те люди, те технократы из команды, вернее, из когорты того же Алексея Самбуевича Цыденова, которые были представлены в других регионах, очень многие потеряли политические очки вплоть до своего губернаторского места, именно потому, что не смогли соблюсти вот этот баланс интересов. Вот у Алексея Самбуевича пока это получается. И я считаю, что тот народный хурал, который мы получили, он действительно компромиссный. Но другими словами, переводя на простой язык, компромисс, что такое компромисс? Вообще, конечно, политика, это искусство возможно, всегда нужно идти на компромиссы. И Ленин говорил, компромиссы, компромиссы, компромиссы. Но в быту люди называют это и нашим, и вашим. Так получается? Ну, как бы не совсем так. Ну, не совсем так. Ну, то есть, можно было бы, конечно, на месте главы региона, нового, молодого, недавно назначенного, недавно избранного, начать махать шашкой. Но ведь в этом случае мы понимаем, что есть много рисков. Много рисков этой шашкой махнуть не туда, не в ту сторону. Или переборщить. Алексей Циденов, я считаю, он ведет себя достаточно мудро, хоть он и молодой руководитель, и молодой губернатор в этом плане. Говорит, что и нашим, и вашим, ну, это как бы некорректно в данной ситуации. Мы получили усиление оппозиции в нашем народном хоррале. Все-таки партия власти утратила те мощные позиции, которые были. Мы видим, что 40% практически они едва-едва набрали, Единая Россия по партийным спискам. Увеличилось практически два раза представительство коммунистов, ЛДПР в четыре раза. Ну, и справедливый рост и сохранение своей позиции. Не получим ли мы оппозиционный к исполнительной власти, народный хоррал, или все-таки эти наши так называемые оппозиционеры, или псевдо-оппозиционеры, я их называю, будут всегда готовы сторговать свою политическую позицию. Ну, смотрите, во-первых, если мы будем говорить об арифметике, о простой, то все-таки партия власти получила большинство в народном хоррале. Поэтому те решения, которые власть будет принимать, принципиальные решения, которым нужна будет поддержка в народном хоррале, ну, я уверен, что на 100% они будут приниматься так, как надо. Вот, в народном хоррале. То есть, исполнительная власть и законодательная будут идти в одну ногу. Что касается усиления оппозиции, это же произошло не только в республике. Это происходит сейчас по всей стране. То есть, это общая такая повестка, общеведеральная повестка. Мы с вами видим, как заканчиваются выборы губернаторов в ряде регионов. Да, это Приморье, это Хабаровск, Владимирская область и так далее, ряд других регионов. Вот, все это следствие того, что в обществе нарастает, во-первых, процесс политизации. То есть, люди становятся более политизированными. Причем, эта политизация, она может проявляться в совершенно разных и неожиданных формах. Вот, если мы с вами вспомним недавний протест в Санкт-Петербурге по поводу возможной передачи Исаакиевского собора православной церкви. Ну, казалось бы, ну, при чем тут политика? Вот, есть собор, который в свое время построила церковь. Потом, значит, отношение к религии в нашем государстве поменялось. Мы все вдруг дружно стали атеистами, вот, а собор перешел, значит, в собственность города, да, стал муниципальным. Вот, и теперь принято решение передать его вновь православной церкви. Какая в этом политика? Вот, вроде бы как справедливо. Но в то же время нашлись силы, которые политизировали этот процесс. Вот, и что самое интересное, ведь в сердцах общества, в сердцах петербургцев, да, горожан, вот, это нашло отклик. То есть, они вышли с протестом против этого и политизировали это явление. Казалось бы, далекое от политики. Вот, это во всей стране сейчас происходят, эти вещи. К сожалению, церковь у нас очень политизированная стала неотъемлемым элементом политической жизни. Это отклик, негативный отклик людей именно к этой сфере нашей жизни. В том числе, конечно. Ну что ж, наверное, будем заканчивать нашу программу. Но я хочу вам задать еще один вопрос, который вы, наверное, постарайтесь очень лаконично ответить. Прошел год, как мы избрали нового главу республики Бурятия. И полтора года, как он был назначен исполняющим обязанности главы региона. Как вы оцениваете прошедший период Алексея Самбуевича Цыдинова? Я оцениваю в целом положительно. Если говорить о деталях, то понятно, что сразу каких-то чудес ждать в регионе за полтора года, ну, это глупо. Но Алексей Самбуевич, почему я говорю, что положительно? Он не наделал серьезных ошибок. То есть этот человек, который не делает серьезных ошибок. От мелких ошибок не застрахован никто. От серьезных ошибок ему делать недопустимы. И он их пока не совершил в регионе. То, что происходит постепенно, некоторые изменения, мы все же с вами видим. Это авиаперелеты становятся доступнее и дешевле. То есть как внутри республики, так и межрегиональные. Идет некоторое движение по части оживления экономики. Мы понимаем с вами прекрасно, что за такой период нельзя делать. Невозможно делать выводы. Сдвинулась экономическая ситуация в республике с мертвой точки, либо нет. Но во всяком случае я сейчас вижу, что этот процесс идет. Этот процесс идет, причем в положительную сторону. Самое главное, что сделал для Бурятии Алексей Циденов, это он очистил воздух. Дал надежду. Да, стало меньше затхлости, коррупции, вот этого кумовства, землячества. Стало как-то дышать свободнее. И это, я считаю, самая главная заслуга нового главы Бурятии. Да и партия власти, мы видим, успешно использовала бренд нового главы республики. Спряталась за красивой вывеской команда Бурятии, команда Циденова. И люди, надо сказать, сказали, что да, пока мы доверяем Алексею Циденову. И доверяем людям, которые идут под его знамением Народных Уралов. Согласны? Согласен, полностью согласен. Ну что ж, поживем, увидим. Впереди нас с вами ждет не только холодная осень, но и суровая зима, обновленная весна. Ну и осенью мы опять придем с вами к выборам главы города Улан-Удэ, к выборам городской совет. И все это время мы будем говорить об этом важном политическом событии персонально, с именами, фамилиями. Кого бы вы хотели увидеть в нашем эфире, звоните. Мы ждем ваших предложений. Всего доброго. В эфире была программа «Богдаев» и политехнолог Алексей Завадский, который привел к победе Михаила Степанова на 20-м округе против экс-мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева. Эйда ищина не прошла. Всего доброго.